В Тег Варфоне я так давно опубликовал результаты ежегодного опроса разработчиков. Там всякие вопросы типа, твой любимый текстовый редактор, что тебе больше нравится, и вау-лау-лау. В общем, там были вопросы об этике в работе программиста. Например, вопрос, кто виноват в том, что код используется неэтично. Менеджмент компании или разработчик компании? Кто считает, что менеджмент виноват в том, что код используется неэтично? Кто считает, что разработчик виноват? Кто больше, да? А кто зависит? Кто посередине типа? Я считаю, что идти нефти. Отлично, это да. Но стеклофлоу спрашивал его. It depends, так что получается на стеклофлоу ответили, что 60% считают, что менеджмент виноват в неправильном использовании, и только 20% — что разработчик. Мне эта цифра очень не понравилась, потому что я как бы разработчик, и его могу говорить нет, поэтому по идее я могу остановить менеджмент, который хочет сделать какую-то бяку. Вот. Слава Богу, второй вопрос, который спросил, то же самое приблизительно, будет его писать неэтичный код. 95% ответили, ну, грубо говоря, нет, либо, может быть, если меня будут под двум пистолет опросить. Так пять социопатов. Вот, или злодеи, или кто-то, да. Вруны, на самом деле? Да, нет, врунов было бы больше. Да, так что, неумелые вруны. Я не помню, как у меня следующий слайд, так что, окей, да. Про быстро двигаться и ломать вещи. А, например, фейсбук точно так, ну, это сейчас про последствия будет. Таких неэтичных штук. Я надеялся, что все тут будут злодеи, или считать менеджментами, там, менеджментами длинноватыми. Так что слайды могут не те, немного. А, фейсбук сейчас в новостях, по такой dumpster файл вообще. Я когда этот слайд делал, точнее, копировал, стратегеры, слайд, у них была проблема только с камер-аналитикой. Где они дали доступ аналитикам. Было приложение для опросов. А, да. Приложенька, типа, ответит нам на опрос и дайте нам доступ к вашим друзьям. 250 тысяч согласились дать на это все. В итоге собрались на 50 миллионов анкет. Там, имя, возраст, пол, предрасположенности всякие. В итоге, они смогли сделать кучу профилей про людей. Типа, окей, этот вот ненавидит евреев, этот черных. Вот. И потом выбрали Трампа. И все новостные сайты такие, мы ненавидим Трампа, мы ненавидим фейсбук. А тут, наконец-то, можно все это объединить. Вон, кучу. Вот. М? А, еще есть. Там, это кемер-аналитика, да, она всем давала инфу. Кто больше заплатит? В отличие от фейсбука, да, они как-то деньги хотя бы убрали за это все. Вот. А, LinkedIn. Да, ну, с фейсбуком там пока еще судов нету ничего. Там вроде как только собираются адвокаты и прочего. Потому что что-то еще впереди. Карма. На все IPO, да, на все акции бесценные в своем времени. LinkedIn. Вот они уже потратили деньги за свои нентичные поведения. 13 миллионов заплатили за нежелаемые имейлы. То есть, спам. Потому что вот письма, добавь в меня все эти и прочее, они собирали эти почты, форсируя пользователей дать им доступ вашему ящику, скажем так, контактам. Там куча разных паттернов, типа, вы зарегались, дайте нам почту. Скип. Видите скип? Он там есть. Он в уголочке. Может даже... Может даже... О, да. О, и так в 8 раз. То есть, в разных условиях. То есть, рано или поздно не заметишь его. Да. 13 миллионов. Но законодательство наконец-то догоняет от все этих быстро двигающихся и ломающих вещи программистов. Например, кто знает, что GDPR такое? О, отлично. Отлично. В мае этого года Европейский Союз будет обязывать компании нести ответственность за хранение данных, за сохранность данных, за то, чтобы они уведомляли пользователей, зачем им эти данные. То есть, ты не можешь сказать, окей, я тут буду вас спрашивать, какой у вас любимый цвет, и поэтому дай мне твой полный, например, телефона, e-mail, твои друзей и прочее. Нужно будет доносить до пользователей, зачем им эти данные. Штраф за этот тоже отличный. Либо 20 миллионов, либо 4% годового оборота компании во всем мире. То есть, такой довольно мощный стимул следовать. Но все эти люди... Там, в общем, запутанно на самом сайте написано. Там можно погулить либо TLDR, потому что запрос стоит GDPR, TLDR. Либо на вержике, там есть ссылки, если что-то будет в конце. Все эти законы направлены на защиту покупателей, ну, клиентов. Людей, которые кормят Facebook своими данными, ну, грубо говоря. То есть, не рекламное агентство. Поэтому, если сразу же быть как-то более этичными к людям, будет много легче следовать этим регуляциям. Пример более такой реалистичный. Потому что данные это что-то абстрактное. Представим, да, вам менеджер сказал, ну, написал таску, «Собери всех котят, вот, всех-всех-всех котят, и забрось их на небитая монстра». Просто. Без... Зачем? Почему? Написал. Ну, потому что ты надежный разработчик. Делаешь то, что говорят. Ну, думаешь, ну, окей. Начальство, наверное, всегда право. Они сделали исследования маркетинговые. Это важно, принесет денег. Я сделаю это. Думаешь, что... Ух ты, какой масштаб всех котят. Их же так много такой. Скил это больше, чем фейсбук будет. И вообще-то, знаешь, что... Все любят только котят. У тебя нет ни одного друга собачатника. Потому что... Котята лучше. Собаки тупо лучше, чем котята. Объективно. Поэтому ты берешь этот пикет, делаешь его. Собираешь мудрые бафы, которые собирают всех этих котят. Собираешь данные владельцев котят. Отправляешь. Закрываешь эти три стори-поинта. Рассказываешь на конференции, какой у тебя отличный, масштабный проект получился. И... Покупаешь корм для твоего мухтара. Любимого. Вот. Но котят стало меньше чуточку в мире. Кто-то может даже заметить. Да. Кто-то всегда прав. И вот какие-то заметки пригодились бы. Ага. Да. А... Ты думаешь, что... Менеджер прав. Потому что, ну... Он раньше не ошибался. Потому что... Он старше тебя. Потому что он тебя перестанет платить деньги. Поэтому, наверное, он прав. Но... Мы... Все мы люди. Мы все ошибаемся. Поэтому... Нельзя надеяться на то, что кто-то вообще никогда не будет... Не прав. Если бы менеджер сказал, что у него просто аллергия на котят. И однажды ему помогли... Вот эта аллергия, когда заперли котенка где-то в комнате. И он перестал чихать. А... Вы могли бы по помощи это более... Ммм... Гуманно. По отношению к котятам... Не гуманно, но... Да. Про котов. Да. Вот. То есть тут классическая проблема XY. Менеджер решает проблему X. Заперев котенка в комнате. А... Ну... Решение его это как раз Y. А... Потом он понимает, что скейл его возможности. То есть ему не хватает рук, чтобы закрыть всех котят. Он просит типа... Чувак, помоги мне, пожалуйста, с этим решением. Закрой их всех где-то подальше. Все. Не надо. Ты решаешь эту проблему Y. Ну... Точнее, решение Y как бы улучшаешь. Но проблема все равно остается. Человек... У него аллергия. Если вот... Изначально знать... Проблему... То можно было бы решить. Все. Полегче. Интересный масштаб. Там миллион, миллиарды... Идей. Вот это все. Добло. Очень интересно. Но... Когда... У тебя много-много пользователей... Ты... Забыл. Не можешь подумать нормально об одном человеке. И для этого одного человека... То, что ты делаешь... Это может быть... Сто процентов... Сто процентов кейсов. То есть, ты думаешь... Окей, этот же кейс... Только одного человека может быть. Да? Но этого человека... С это вообще никогда не будет работать. В принципе. Если это какой-то... Ну, не знаю... Магазин платится... То... Он найдет где-то еще платечко. А если это мессенджер... Который вам... Всегда переписывается... Не знаю... С... Полужевой бабушкой. Типа... Она ничего не сможет больше другого делать. Ну... Нет времени научиться и... То это... Довольно жестоко. Например... Кто пытался найти... Контакты живой поддержки... Гугла... Валбла... Стима... Получилось? Сегодня Майкрософта. Но... Майкрософта... Почти нет. Ну, у них немножко... Меньше народу. Ну... Платящего за ажуру. Да. Он ответил, что у него получилось Майкрософтом найти живые контакты. Правда? Кажется, тебя сбросили. Бросили трубку. Ну вот. Бросили трубку. Так что... Тоже. Прошел слайд про то, что... У Гугла, у Стима есть форумы, на которых... Тысячи людей просто обмениваются легендами о том, как починить их проблему. И там иногда находится кто-то, кто эксперт. Я не знаю, что это. Это не сотрудник Гугла, не сотрудник Стима. Это просто эксперт на этом форуме, который вроде нормально отвечал до этого. Ну... Очень прикольно находить проблему. Получать какую-то ошибку. Гуглить ее. И находить десятки трэдов про эту проблему. Что у людей, да, она есть. И тишина. Уже три года тишина. Масштаб, да. Ну... Меняется совсем. Абстракции такие. Получается. Не только входишь, что ты думаешь, окей, какая-то транзистор и прочее. Ты люди просто забываешь по отдельности. Так. Всем известно, что. Да. Много личный пример. Пользователям нужен был экспорт. Я такой, окей, я программист, я же делаю пишечку, чтобы оно все автоматически делалось. Там токен и все. Разные форматы. Все отлично. Будет. Сделал. Отдал. И потом вижу, как они пользуются. Понимаю, что... Вот. Да. Вот тоже. Такое не очень хорошо видно. То есть для экспорта создайте токен. Я себя спросил бы сразу же у людей, а зачем он экспорт? Они бы мне сказали, что мы хотим CSV-очки загружать в Google Доки. И там строить графические красивенькие для нас. То есть им вот это вот, вот это вот не нужно, им вот это вот не нужно. Им нужно вот эта кнопочка загрузить. Может быть диапазон по времени. Все. Все. Так и сейчас... Оно сейчас все еще точно так же. Я надеюсь, что они научатся это все делать. Но если я спросил бы, я себе подумал бы, что окей, то что у меня все друзья умеют курлыки GQ, это еще ничего не значит. Что есть еще куча людей, которые не умеют всего этого. Потому что они вообще не умеют сайтов. Тоже. Никто не умеет сайтов. Считайте. Лучше. Вот. И у них какая-то есть задача, что давайте к нам графики. И все. Если можно принцвиновых сделать. Тоже отлично. Не надо там генерить JPEG, PNG и прочее. Вот. Окей. Ну предположим, да, что есть проблема с тем, что люди, да, думают, что, ну, проблемно там предупреждение может там быть. Давайте избавимся от людей вообще, в принципе. Давайте все. Будем писать коды искусственного интеллекта. Еще один вопрос. Кто знает, как убить вампира? Вампиров нет. Еще варианты. Серебряная пуля там, вот если можно сказать, на чем, наверное. Да. Нет. Да, Никита сказал правильно. Вампиров нету. Их можно убить как угодно. Как вы напишете, что его можно убить, так оно и будет. Вы можете написать, что вампиры убирают от макбуков. Все. Типа, вы будете правы. По ним будет умирать от макбуков. Так же, веришь, кормит Apple. Кровью. Да. Точно так же с искусственным интеллектом. Как вы, что вы скажете, что искусственный интеллект сможет через пять лет, так оно в данный момент и будет. Ну, вы сейчас ошибались, а потом вы, конечно, не справитесь, но ваш реагент будет правдой и вам дадут денег за это, потому что, наверное, правда. Вот. Но нейронные сети, да, в этом твите, все равно пишутся людьми. Люди выбирают какие данные исключительные сети, какие данные посчитать правильно, какие сети достойны жить, что ли. Да. Но все равно это люди пишут. Точно так же. То есть эти предупреждения просто менее явные. Ты думаешь, ну окей, тут черный ящик и все. Который не можешь заглянуть. Вот. И, да, разработчики нейронные сети тоже выглядят довольно похоже. Наверное, каких сайтов у нас. Вот. То есть все те же самые предупреждения остаются. Менее явные только. И исправить их будет в сюжете. Подытожим. Настолько ли мы плохи, как мы выглядим со стороны? Возможно, конечно, потому что быстро двигаться и ломать вещи и вот это вот все. Менять политические порядки. Но я надеюсь, что не так все плохо, что мы просто заблудились в своих заблуждениях. Но если мы будем говорить больше, будем считать, говорить не только с нашим окружением, но и с нашими пользователями, с менеджментом, и надеясь их контролировать, то получится лучше. Да, можно надеяться, что софт аполитичный и что софт это истинно, но софт это люди, софт для людей. Софт будет пользоваться людей, он будет влиять на людей. Да, немного ссылочек, если захочется больше почитать, послушать про последствия, про то, как говорить больше с людьми, все эти ссылки будут дальше. И если вы прослушать, запомните только минут, слов 10, и заставите тирады, то пусть это будет 5-10 слов. Не расцветитесь с целями, не зайдите людей к числам и о решениях круга общения. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Выключен телефон. Кто читает, в Телеграме есть такой канал информационная опасность. Чуть-чуть читает. В общем, если вы его читали, там каждый день сообщение о том, что данные потеряны, кто-то за вами следит, все плохо, данные утекли, вот здесь посмотрите, проверьте свою почту. Это же новости. Ну, в смысле того, что и с каждым, собственно, днем их все больше, да, и все, события все крупнее. И вот, когда ты говоришь в конце, что надежда есть, я вижу, что надежды никакой нет вообще. Ну, то есть, мы вроде становимся умнее, у нас там менеджмент растет, да, куча программирования с интернациональной корпорацией, которые уже везде. Но нифига лучше не становится, да, там, например, самое большее, что меня потрясло, это чуваки в Индии собрали все данные всех людей, миллиард, и потеряли. Ну, ну, неважно, и хакнули, да, и хакнули, там, но все равно, как бы, ну, мы до конца не знаем, и хакнули, или еще как-то слили, да, там, эти данные. Или когда данные из приватбанка сливали, или еще что-то, да, ты такой думаешь, что происходит, типа, мы привыкли контролировать, да, вот, как бы, свое окружение. А тут получается, что ты смотришь, как вы это могли сделать, ребята, ну, что вообще, типа, я вам доверял, а вы вот так вот меня кинули, ну, типа, пользователь. Что делать, сеть? Вот вопрос, вопрос получается довольно обширный. Вроде там есть и программисты, и компании, и менеджмент, то есть, программист там написал, менеджмент заменеджал, руководство надо, типа, там, миллион, ну, там, не знаю, там, сто тысяч человек там сидит, вроде всего, ну, и вот такая штука. Что делать? Ну, я не знаю, я только боюсь. Если разработчик, тогда ты можешь делать, по сути, только писать код или не писать код. Вот, типа, не писать, пытаться найти решение для проблем менеджмента, которое будет более, будет думать, хотя бы ты подумай о других людях, а потом сможешь придумать какое-то решение, которое может... Потому что, опять-таки, да, в примере про котят, может, не надо собирать их всех, может, есть какой-то другой способ, может, типа, менеджменту нужно, не знаю, был пример где-то в заметках, но не будет его. То есть, можно искать, может, другие способы решения для тех проблем, которые, решения для которых также неэтичны, ну, сразу же. Вот, если, либо нужно идти в менеджмент и направлять всю компанию в какую-то другую сторону, вот, с тем, что уже утекло, ну, да, ничего не сделаешь. Ну, нужно хотя бы уменьшать количество в будущем этих утечек. Меньше собирать данных, будет меньше утечек. Про то, что делать, есть пример того, как ты писал вот это, и я просил тебя давать собирать побольше данных. Вот, и что ты мне ответил, что, ну, что мы не будем этого делать, мы будем делать это по-другому. Будем собирать те же данные, но попробуем сделать это немного по-другому. Ну, и пока получается. Можно я поделюсь своей смешной историей про утечку данных, вот, как раз, на зло бы дня. Я работаю в компании, которую нельзя называть, и мы используем рекомендации другой компании, которую тоже нельзя называть, и это что? И... Я могу называть. А? Я могу называть. Тебе потом можно называть. История такая, что скрипт стоял на всех страницах сайта, и на всех страницах сайта в этом скрипте были указаны данные для входа на сфтп сервер, ну, типа, логин, пароль в открытом виде, ничего не зашифровано, порт, айпишка, которая коннектится, ничего не логировалось вообще. И там лежали все данные всех наших пользователей. Ну, ну, понятное дело, что, когда мы это нашли, я пошел, наверное, где есть этот же скрипт, и, ну, типа, в ролл опухачка, где-то мне. И оказалось, что такая фигня была только у нас. И вот про утечки, это всегда, как вот, сколько я работаю, там где работаю, я их там нашел очень много. И это в основном все, там, чьи-то кривые руки, или же это в случае, если, там, это менеджмент, то вот та конкретная история, про которую я рассказываю, она случилась именно потому, что было три менеджера, которые непонятно чего хотели, делали решение под одного конкретного кастомера, а потом его раскатали на всех. И в этом случае, вот, как мне кажется, наверное, самые важные люди, это вот именно те, кто делают своими ручками вот эти вот непосредственно решения, те, кто писали этот скрипт, ну, и, наверное, девелкеры в случае безопасности данных, наиболее влиятельные люди. Это не вопрос, это утверждение. Мне чуть больше, более интересные, вот, вот, пойдем пять процентов, которые готовы на все, вот, если кто знает, да, вот сейчас, там, проблемы, типа, клонирование человека. И все-таки западные ученые, блин, это неэтично, мы, вот там неэтичность уже вообще во всех, то есть там это все признают, то есть на всех, там, ЕС, там, США, там, все, все признали, что, да, это неэтично, и все-таки, все ребята из Naturels, да, это неэтично, там, китайцы-таки, да, нам пофиг, ну, вообще, чего там, блин, у нас тут уже в лаборатории, эти же западные чуваки, там, у нас работают, и мы это все делаем, да, то есть там, они, там, пять процентов занимают, там, от всех исследований, но они это сделают. Так же самое и софтом, да, если сейчас кто-то будет думать, что там неэтично, 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 еще что-то, ну, если кто-то сейчас этого не сделает, они останутся позади поезда, они, обязательно, они уже остаются. Ну, смысл в том, что... Ну, поездов-то так много, мы можем выбрать тот поезд, который... Ну, ты так думаешь, ну, на самом деле, есть там, ну, я так думаю, что, да, есть у нас там всякие сейчас АИ, там, все остальное, если кто-то сейчас просто не успевает за всеми исследованиями, то все, ничего нету. Ну, как бы, как бы, этично, неэтично, а завтра рулить будет тот, кто вперед уехал. И они, как бы, живут на этих, возможно, пяти процентов, да, мы думаем, что мы можем быть этичными все, но это нельзя контролировать, наш мир как хаос, как-то вот Андрей рассказывал, да, что в конечном итоге все хаос, везде, и ты попытаешься просто договориться, что, ну, хотя бы что-то не сломалось, да, вот это вот, чтобы не было катастрофы, чтобы мир остался более-менее целым после наших всех... Значит, сейчас ты не занимаешься? Ну, мы все будем... Словами, убедить, что не надо этого делать, да, ну, капля в океане, но... По поводу этично-неэтично, знаешь, есть люди, какие оружие делают, и пули, так что, в принципе, ну, это же такой вопрос, и таких людей, и таких людей богато, в принципе, хотя цими же пулями, как бы, пути будут убивать, иных людей, и так же сам будет всегда программистом, ну, там, потому что заводы строят в сумасшедших масштабах это оружие, и так далее, но сейчас не про это, у меня еще одно решение проблемы, сделать, чтобы было не 5 процентов, а нас, чтобы было 100 процентов неэтичных, и, в принципе, мы будем все одинаковые, и нам будет нормально, ну, типа, комфорт, и смириться с тем, что приватности не будет, и разрушить полностью, и там все, что в себе останется приватностью, там, биометрия пальца, и то, возможно, нет. Не, если приватности не будет, тоже, да, анархия полная, но кто-то же не сейчас, есть люди, которые такие, вот, без приватности, это часть приватности. Кстати, биометрия в ней утекла, и утекла тоже все. Это, наверное, первый вопрос к этому докладу, ну, вот смотри, есть, значит, функционалы, которые все пилят, 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 там, ставят цели, и, как бы ты ни старался, все равно будут какие-то проблемы, там, безопасность, там, что-то будет утечь, ну, как бы ты ни старался. И обычно проводят аудиты. Такой вопрос. Ты когда-нибудь пытался продавить или продать менеджменту security audit? А, я в одной компании работал, которой security audit, похоже, не было никогда, а в другой он был как раз в то время, когда я там был. То есть я, да, между... А ты именно сам продавал? Нет. Я не собираю данные, ну, так что security audit был. ... Продолжение следует...